Здравствуйте! Сегодня мы говорим о совете многоквартирного дома. Надо сказать, что это очень важный участок работы собственников. Получается так, что вот мы живем в многоквартирных домах, приходим домой, да, и, наверное, раз видим, что нам что-то не нравится. Дело в том, что многоквартирный дом — это сложная инженерная система, это много соседей, все соседи разные, правильно. Смысл в том, что вот общее домовое имущество, обслуживанием которого занимается управляющая компания, оно коллективное, и, соответственно, решения все должны приниматься по логике коллективно. В данных целях в жилищном кодексе предусмотрено образование Совета многоквартирного дома. Что это такое? Желающие могут посмотреть, это 161.1 статья жилищного кодекса, там, в общем-то, расписаны полномочия, но самое главное, что Совет многоквартирного дома, первое, это не право, это обязанность собственников организовать орган для контроля за работой управляющей компании. Управляющая компания, по сути дела, это наш подрядчик. Есть, скажем так, три формы управления общедомовым имуществом. Самая распространенная — это управляющая компания, а потом идет непосредственное управление. Это, ну, низшая ступенька, наверное, по управлению домом, потому что жители сами этого сделать не в состоянии. У них есть обслуживающая организация, которая им оказывает, ну, просто аварийные какие-то услуги. Приезжает, отключает воду, условно говоря. Ну, и высшее, как мне кажется, это мое мнение, да, ступень организации собственников — это организация ТСН, товарищество собственников недвижимости. Раньше было ТСЖ, товарищество собственников жилья. Это самое эффективное и самое правильное, я считаю, форма управления на квартирном доме. Мы сейчас говорим о совете на квартирном доме при управлении управляющей организацией. Смысл в том, что управляющая компания — это коммерческая организация. По налоговому кодексу мы знаем, что коммерческая организация имеет, в принципе, единственную цель — получение прибыли. Получение прибыли достигается, ну, простым путем, да, на самом деле. Это снижение затрат и увеличение цены. Вот эта вот маржа остается в управляющей компании. И очень важно, как собственники воспринимают работу управляющей компании и как они ее контролируют. Вот совет на квартирного дома — это и есть тот орган, который позволяет собственникам не допустить, так скажем, произвольного действия управляющей компании, когда она делает то, что хочет. Или наоборот, не делает ничего, как мы иной раз видим, да, но исправно собирает деньги с собственников. Причем по закону мы обязаны платить. Закон в этом плане защищает интересы управляющей компании. Попробуйте не заплатить, и с 31 дня вам тут же начнут капать пени. Вот. А управляющая компания без контроля может вообще ничего не делать. Так на многих домах и бывает, когда жители просто, ну, не видят никакой работы управляющей компании. Зато исправно какие-то неинформативные отчеты появляются в подъездах и тому подобное. Так вот, совет многоквартирного дома, как мы выяснили, это орган, который контролирует работу управляющей организации и имеет достаточно большие полномочия. Председатель совета дома, он может быть уполномочен собственниками для того, чтобы принимать выполненные работы от управляющей организации. А это нужно для понимания того, что деньги списывать управляющей организации может только обоснованно. Что вот мы выполнили эти работы, вот смотрите, подпись председателя совета дома, претензий к качеству нет, все, денежки, значит, мы ваши забираем. Также он участвует в ежегодных, даже осенью и весной, осмотрах состояния имущества многоквартирного дома, определяет перечень работ, которые управляющая компания обязана будет сделать в этом году по текущему ремонту, ну и, разумеется, контролирует их выполнение. То есть это, так сказать, делегат от всех собственников в лице всех собственников перед управляющей компанией. И многих моментов, с которыми, допустим, ко мне приходят, опять же, собственники, можно было бы избежать, если бы этот орган был и он работал. Потому что даже та проблема, которую мы уже обсуждали по отоплению, да, она возникла от того, что собственники просто, ну, не контролируют. Вот это вот и есть орган-контроль. Это простыми словами. На самом деле полномочия Совета многоквартирного дома могут быть расширены, для этого достаточно принять решение собственников, но, разумеется, все должно быть в рамках законодательства жилищного кодекса, гражданского. То есть излишние полномочия там ему, как бы, предать председателю Совета дома не дадут. По поводу организации Совета многоквартирного дома. Совет многоквартирного дома может быть организован на квартирных домах, где проживает, где больше четырех квартир. Это как минимум. Какой-то такой напряженной и тяжелой работой, как многих это отпугивает, когда вот давайте организуем, предлагаешь, да, ой, это надо работать. На самом деле там сложностей больших нет, по большому счету. Мы имущество свое видим каждый день, выходя из квартиры, да, и обратив внимание, что, допустим, уборщица перестала убираться, это элементарно. После чего председатель, условно говоря, сделает звонок управляющую компанию, и эта проблема может быстро решиться. То есть количество людей, участвующих в Совете многоквартирного дома, оно не регламентируется, и в основном это по желанию. Но оптимальный вариант, вот если брать пятиэтажку, то вот одного человека на подъезд, потому что Совет многоквартирного дома, он также и отчитывается перед собственниками и организует проведение собраний. И вот в этот момент как раз члены Совета дома проводят разъяснительную работу среди жителей, какие вопросы решаются на собрании, и собирают решения, которые заполняют жители. Это чисто вот для удобства. Принимается решение о создании Совета на общем собрании собственников, не менее чем 51% получается от общего числа собственников. Затем это решение направляется в управляющую компанию, которая ставится в известность о том, что создан Совет многоквартирного дома, такие-то члены, собственники таких-то квартир, председатель Совета, фамилия, меотчества. Особой какой-то регистрации законодательством не предусмотрено, то есть этого достаточно. Управляющая компания просто принимает эту информацию и в дальнейшем взаимодействует с Советом дома в зависимости от тех полномочий, которые доверило ему общее собрание собственников. Совет многоквартирного дома – это, я считаю, необходимый орган, который должен присутствовать в каждом доме. Я со своей стороны стараюсь тех людей, которые ко мне приходят, собственников по вопросам ЖКХ подвигнуть к этому, в принципе, получаются, многие понимают. На самом деле это, ну, не так сложно, как кажется сначала, но без эффективной работы Совета многоквартирного дома собственники, в общем-то, наверное, обречены на оказание некачественных услуг от управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций. Поэтому это очень важное дело. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова